Всем привет! Вы на канале Шакал Тудей и это наш информационно-похмельно-аналитический обзор новостей пятницы, то есть Шакал Абсервер. Переходим к главному. Первая леди, хотя злые языки говорят, что она у Путина третья. В общем третья, первая леди России Алина Кабаева попала под британские санкции, вместе с теплой компанией родственников деда, двоюродным дядей, дальними племянниками, бывшей супругой и доверенными лицами. И вроде бы справедливо, но на наш взгляд ставить в один ряд спортсменку, комсомолку и просто красавицу с разным сбродом – это унизительно. К другим новостям. Референдум в Южной Осетии об объединении СРФ пройдет 17 июля. Вангуем, что итоги плебисцита признают только плебеи Российской Федерации и ближайшие соратники, то есть Эритрея и Талибан. А как же Лукашенко, спросите вы? А этот что-нибудь придумает? Помятник освободителям в Риге будет снесен. Рижская дума на заседании проголосовала за демонтаж монумента. Мария Захарова тут же назвала Рижан вурдалаками. Умер президент Объединенных Арабских Эмиратов. Террорист и Новоросс Игорь Стрелков дал свой анализ военной ситуации, после которого и умереть недолго. Слушаем. Значит, еще раз подводя итог. Переломить ситуацию, для того чтобы переломить, надо что-то делать, а не ждать у моря погоды. Не ждать, когда противник сам обосрется и пойдет на мирные переговоры. Он не пойдет. Они будут воевать до победы, до своей победы и до победы тех, кто ими руководит. Начинаете воевать уже нормально. Тогда вы получите реальную поддержку и сможете использовать те ресурсы, которые сейчас использовать боитесь. А так можете действительно довести до февраля 1917 года в одном флаконе с русско-японской войной. Все, в принципе, как бы предпосылки есть. Все. Вся ваша война в Сирии, которую вы ввели с 1915 года, на которую грохали огромное количество денег, огромное количество оружия туда вывезли. Которое лопало к сирийцам, к каким-то арабам, в Ливию куда-то отправили. В какой-то Боркина-Фасок, какое-то говно африканское, извиняюсь за выражение. Я ничего не имею против негров, но в данном случае в говно вы его утопили просто в болоте. Вы вооружаете сейчас донецких ополченцев касками 1943 года и винтовками Мосина. А их вооружали вы самыми новейшими пулеметами и автоматами, гранатометами и всем самым новым. Вы об этом? Кто-то за эту ответственность должен понести? Скажите, пожалуйста. И вы думаете, что вам поверят, если никто не понесет ответственности? Мало того, что вам надо начинать нормально воевать, это в первую очередь надо научиться нести ответственность и возлагать ответственность. Я не требую того, чтобы все наше правительство, весь наш генштаб отправили в штрафную роту. Хотя бы я бы отправил. Поверьте. Еще бы не всех бы отправил. Некоторые бы после очень долгого и тщательного допроса у меня в другое место отправились бы. Потому что я там практически уверен, что каждый второй изменник Родины. Но хотя бы покажите людям, что вы начали что-то делать, что вы начали бороться с коррупцией, что вы начали бороться с предательством, что вы начали бороться с разворовыванием бюджета. Накажите тех, благодаря которым у нас нет ни беспилотников, ни нормальной связи, благодаря которым наша пехота воюет как во Вторую мировую и даже хуже. Поскольку без авианаводчиков и без артиллерийских корректировщиков воевать даже во Вторую мировую было очень тяжело. Объясните наконец почему и кто конкретно виноват за вот те вот все прогаживания, которые понесены за эти два месяца. Не говоря уж обо всем остальном. Объясните почему 8 лет возились с минскими соглашениями хоть кого-нибудь накажите. Покажите голову того, кто дал вам абсолютно ложную информацию о ситуации на Украине, благодаря которой вы просрали золотые дни, когда действительно, как сказал Евгений Иванович, мог быть что-нибудь близкрик, который вы не совершили именно потому, что у вас было абсолютно ложное представление об оперативной обстановке на Украине. Голову покажите одну хотя бы. Вот с этого надо начинать, с кадров. Не начнете, война будет проиграна. Я знаю, что значительную часть нашего руководства, в том числе не исключаю, что и лично министра обороны Российской Федерации, эта ситуация устроит. Я прямо обвиняю Сергея Кужелегеновича в шойгу, как минимум, в преступной халатности. Предательстве у меня нет возможности его обвинить, но я бы ее заподозрил. Экономика лукашизма снова терпит неудачу. Прямые иностранные инвестиции в супер-пупер технопарке Ордена Дружбы Народа в Китае и Беларуси «Великий Камень» упали почти в три раза. Чистый убыток составил 12 миллионов долларов. В общем, если кто не знал, Александр Лукашенко – это как царь Мидас, только наоборот. Все, к чему не прикоснется, превращается в говно. Русские военные продолжают спасать уже спасенный Мариуполь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В BBC продолжили подсчет жертв среди российских военных и обнаружили множество свежих захоронений солдат в разных уголках РФ. Многие имена недавно погибших нигде не упоминались, но флаги подразделений и венки от Минобороны прилагаются. Кстати, само Минобороны России официально последний раз отчиталось о потерях 25 марта, сообщив о гибели 1351 военнослужащего и с тех пор играет в молчанку. Первый зампредседателя Верховного Суда Беларуси похвастался, что в стране уже много лет не было ни одного несправедливого приговора. Российская солдатесса внезапно вспомнила юность на Казантипе. Главный тренер волейбольного клуба «Локомотив» Андрей Воронков назвал волейболистку из команды соперниц обезьяной. Но облажался не он, а женщины рангом повыше. Генеральный менеджер женской сборной России по волейболу Любовь Сахалова заступилась за тренера. Безусловно, Воронков не имел в виду ничего плохого. Возможно, он не очень хорошо выучил имя этой девочки. А депутат Госдумы Ирина Роднина, хоть и призвала тренера извиниться, при этом заявила, что тренер обозвал волейболистку не из-за цвета кожи и расовых вопросов в российском спорте вообще нет. Благодарим за внимание. Это был Шакал Абсервер. Не жалейте лайков, делитесь ссылкой на выпуск в соцсетях, ну и подписывайтесь на канал. Это бесплатно и более того, подписка может быть конфиденциальной. Предохранен, значит предохранен.